Всем привет, друзья, с вами как обычно Дапо. Вот скажите мне в комментариях, сколько вы уже играете в сам? Лично я уже лет 10 в нём, и спустя такое долгое время чем-либо сильно меня удивить очень трудно, потому что я уже знаю практически всё вдоль и поперёк. Когда на серверах выходят какие-то обновления, то различный маппинг, тиксдравы и так далее, всё это нам уже очень знакомо. Все эти объекты и прочее, но недавно произошло то, что меня слегка удивило, даже спустя 10 лет игры. Ну а прежде чем начнём видео, я хочу кое-что сказать. Нет, я не хочу просить тебя поставить лайк. Я хочу сказать тебе спасибо за то, что ты уже поставил лайк. Я знаю, что среди вас есть те, кто сразу его ставит, и мне безумно приятно это видеть. Ладно, давайте приступим к видео. Я знаю, что ты не накуриваешься, я знаю, но сегодня ты у меня улетишь, потому что сегодня пятница, работы у тебя нет, и ни хрена не надо делать. Недавно я со своим корешем Джизусом стримили и проводили розыгрыши. Я выдавал ему через админку тачки, а он на них ездил. Обычно мы просто выбираем рандомное число и по его номеру выдаём автомобиль. Но в определённый момент, когда я сам решил выбрать наугад номер авто, я выдал ему тот транспорт, которого ещё никогда не видел ни на одном сервере. Все мы любим ездить на дорогих тачках. Инфернус, Туризма, Султаны, Легия и прочее. Но что это за автомобили, и почему всё это время они были скрыты, я не знаю. В Сампе автомобили имеют ID от 400 до 611, то есть в общей сумме их 211 штук. Но видели ли вы когда-нибудь вот такой автомобиль? Это, если что, тачка под номером 606. Напоминает некий фургон из цирка. И знаете, что самое забавное? На ней можно ездить. Да, она слегка медленная, неповоротливая, но так или иначе, на ней есть возможность передвигаться. Да даже на крыше можно возить людей. Вы думаете, это всё? Нет. Как вам номер 607? Это вообще какая-то тележка, которая в принципе ездить не может ну никак. Однако, как вы видите, я спокойно на ней разъезжаю. И не испытываю суперсерьёзных проблем. А если учесть, что на ней ещё и твин турбо, то можно развить неплохую скорость. Ладно, давайте пойдём дальше. Номер 606. Да, эта лестница тоже является транспортным средством в Сампе. К сожалению, ей нельзя управлять, ибо как бы я ни старался, она всё равно не едет. Итак, номер 610. Вот тут я уже не могу сказать, что это такое, но это тоже транспортное средство. К сожалению, ездить на нём не получится, но вы в принципе и сами видите, как оно передвигается. Вообще, напоминает какую-то дополнительную часть комбайна или трактора, но вот только я не понимаю, почему в игре это считается отдельной машиной. Ну да ладно. Есть ещё один экземпляр под номером 611. И вот тут ситуация аналогична. Ездить на нём адекватно не получится никак. Он вечно тормозит и крайне редко способен проехать по прямой метров 10. Но опять-таки, это тоже отдельный вид авто, и в нём можно сидеть. После увиденного назревает вопрос, а нафига вообще всё это нужно? Почему всё это не является какими-то неподвижными объектами? Почему здесь есть возможность сесть в них и даже ездить? Есть ли у вас хоть какие-то догадки по этому поводу? Напишите в комментарии. Возможно, мы узнаем что-то новое об этих машинах, если их можно так назвать. Ну и раз уж мы затронули тему странных автомобилей, то я покажу ещё парочку необычных транспортных средств. Вот, к примеру, авто под номером 605. Оно уже изначально разбито. Его невозможно починить, но в плане управления оно абсолютно адекватно. В одиночной GTA такие авто называли машины-призраки, а теперь они перекочевали в сам. Опять же, я ни разу не видел, чтобы на серверах их кто-то использовал. Есть ещё такой же вариант под номером 604. Тоже всегда разбит, но пригоден к езде. Ну и напоследок, хотя вы, наверное, уже знаете его, но всё же покажу один из самых странных автомобилей. Это горшок. Я до сих пор не понимаю, что это и зачем, но на нём реально можно ездить. Управление, конечно, такое себе, но это очень странная штуковина. В общем, я не понимаю, почему многие из этих объектов являются автомобилями, и почему их никто нигде не использует. Но если бы взяли один из них и добавили какие-то внешние украшения, то можно было бы сделать какой-то необычный транспорт. В любом случае, оставлять их без внимания, мне кажется, было бы странным. Но не мне решать, конечно. Также, друзья, хочу всем вам напомнить, что я играю только на Аризоне Сейн Троуз. Я всех воспринимаю к себе в Фому на сервере, и в любой момент вы можете засветиться в моём видео. И если что, для всех моих подписчиков и зрителей, на Аризоне Сейн Троуз есть очень крутой бонус. Если вы укажете мой ник при регистрации вот так, и всего лишь на пятом уровне промокод хэштег DAPO, то вы сразу же автоматически получите 900 тысяч вирт. Это почти целый миллион, и он очень вам пригодится на начальном этапе игры. Так что не упускайте возможность срубить халявные вирты с ничего. Я прямо сейчас вас всех жду в игре. Ну а с вами был, как обычно, DAPO. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.